следующий вопрос ветхий новый завет откуда такая формулировка это два завета который исключает один другого или это один завет я вам скажу как я смотрю на это дело это наверное мера взросления или по-другому опишу мир лежал возле я в учении тикун улам исправление мира много на эту тему говорил вавилон все было во тьме и бог призывает авраама бог авраамом исправляет мир и авраам становится окном к богу то есть по сути авраамом бог вырезает в греховном склепе дыру и через эту дыру через авраама начинает литься свет который освещает человечество в этом было призвание авраама когда приходит моисей это же дыра увеличилась значительно потому что через моисея пришло записанное слово и весь еврейский народ который старался по мере божьей благодати господу богу и это вот дыра просто стала огромных размеров но когда пришел иисус он эту дыру еще больше сделал и написано что свет излучающийся через эту это открытое пространство между небом и землей во имя господа ишуа наполнил весь мир божьей благодатью это 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 одна и та же река это все то одно связь израильского народа с творцом и на язычников влепившихся к израильскому народу через иисуса и откровения через них просто изливающиеся на человечество поэтому вот эта формулировка наверное ветхий новое это больше правильнее сказать господь бог заключивший в начале завет с авраамом потом его не то что обновил а дополнил расширил с моисеем и потом с иисусом ввел дополнительные вещи которые в нашу пользу пошли это как если бы сегодня по милости бога мне бы удалось купить кусок земли а потом видя что я на этом куске земли развил правильную инфраструктуру государство мне сказала смотри ли он как здорово у тебя получается ну-ка прилепи к этому куску земли еще дополнительные куски которые вокруг хорошо ведешь хозяйство это также ассоциируется с тем принципом хорошего и доброго раба который был верен в малом над большим будешь поставлен то есть это тоже сущность тот же человек которого просто и старое и большее стала входить в его ответственности вот так я отношусь к ветхому и новому завету в моих глазах это неправильно вот такой вот разделять следующий вопрос если ортодоксальные евреи отвергают обещанного им христа его завет то в завете ли они с богом или они отпали и с ними разорвана связь поддерживает ли бокс еврейским народом связь настоящее время докажите его верность и обещание и его верность к израилю я понимаю там что написано это на самом деле вообще не сложно во первых скажите вот простой пример семья хорошая семья верующая благонравная дети не родились и не дай бог конечно не для кого ну вот один ребенок отбился от стада стал как бы блудным сыном он что перестал быть сыном в этой семье мы читаем историю про блудного сына отец кинулся ему на шею прижал в себе плакал я так за тебя переживал господь бог намного больше человека отца поэтому даже если какие-то евреи игнорируют его он все равно любит и поддерживает их но если он блудный если он на расстоянии он не может толком пользоваться грубо говорю визитной карточкой или кредитной карточкой своего отца он не может пользоваться объемом тех благ которые он может получить из отца то же самое с израилем во первых через изуса христа открылся просто поток благодати и кто игнорирует иисуса игнорирует это огромный поток с другой стороны израилю еще и до иисуса было открыто много благодати это вот знаете опять таки я перейду кредитным карточкам через авраама и моисея бог дал одном визу а потом мастеркард а когда пришел иисус христос он дал еще и но не знаю american экспресс так вот у израиля который не пользу не верит в иисуса христа есть виза и мастеркард american экспресс у него нету а у верующих в иисуса есть еще american экспресс я применил немножко грубый пример с деньгами как бы связан он показывает суть конечно есть связь мало того я скажу еще больше когда господь бог клятвенно абсолютно иррациональное понятие творец миров клялся человеку такого общеника навраму 22 глава бытия он сказал по сути ему такие слова ты для меня не пощадил своего сына за такую верность ты и твои дети будете моими я вас использую чтобы весь мир изменить изменить но вы мои и вот это вот связь как 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 последствия этой клятвы она по сути делает еврейский народ не подчиняющимся нормальным правилам взаимоотношения даже творца с остальными народами мира я бы назвал это иррациональная какая-то связь кажется они плюют на него но он все равно благословляет их они говорят мы не хотим тебя он будет я все равно буду вести вас я вам дам маленький пример ситуация в персии во времена амана ахашвироша еврейский народ почитайте так кто там жил там жил мордыхай и изфирь если вы переведете эти имена на русский язык мордыхай это имя бога мордука изфирь это от имени асторы бог богиня плодородия то есть это они именами своими предали господа бога они настолько ассимилировались и настолько ходили то хотели там раствориться что господь поднимает амана и обращает евреев к началу и в конце мы видим эстер она героиня еврейского народа а мордыхай тоже герой веры становится вдруг то есть бог свою верность показывает тем что он говорит даже если вы от меня откажетесь если вы попытаете выжить вашу память химии чем угодно любыми вещами я все равно пробужу вас если такое обетование есть у бога к нашему народу еврейскому народу так разорвана ли связь просто меньше кредитных карточек духовных я имею ввиду даст бог и она будет в римлянах в одиннадцатой главе апостол павел говорит ибо весь израиль спасется что такое весь есть такая извините меня дешевая интерпретация говорят те которые будут жить на момент пришествия христа евреи те и спасутся будете жить 100 человек 500 человек вот они спасутся когда писание говорит слово весь она говорит весь это шире чем мы можем даже понять опять используйте что павел говорит в ефесянах превыше нашего разумения прям выше чем мы можем даже понять возлюбил нас и дает нам познать любовь машеха и это тоже отношение которое творец миров имеет к нашему народу исайя 60 глава ибо весь твой народ праведные такого не было еще в среде израиля весь твой народ праведные написано в 21 стихе наследует землю это говорится о новом мире о воскресении из мертвых и о том что евреи получают праведность от чего не получают праведность потому что просто бог захотел ну наверное да захотел но это не просто захотел из-за той клятвы которую он дал аврааму он сам себя связал нельзя конечно этим пользоваться но можно тоже потому что отец бог позволил нам пользоваться и сказал приходите ко мне в любое время я вас приму следующий вопрос кто кому должен сделать первый шаг церковь к израилю или израиль в церкви если христос обещанный мессия назван главой церкви то почему вдруг церковь должна возвращаться к ветхозаветной практике а не наоборот я не очень не очень нравится как вы сформулировали этот вопрос я лучше этот вопрос разделю на на две части разделю его на две части кто кому должен обратиться церковь израиль израиль к церкви во первых я хочу вам вначале прояснить и я прошу прощения для многих это наверное будет казаться абсурдом но в современном мире в отличие от того что 2000 лет назад было понимание церковь это не то понимание которое было 2000 лет назад сегодня церковь протестанты скажет а мы католики это мы православные это мы вот мы имеем откровение господа бога и с этим мы живем в первом веке понятие церкви было совершенно другим я вам попытаюсь его пояснить используя еще более ветхую формулировку я прочитаю историю исхода авраама из хорана написано так бытие 12 глава 5 стих взял авраам с собой сару жену свою лота сына брата свое все имение которое они приобрели и всех людей которые они имели в хоране и вышли чтобы идти в землю хананскую здесь мы видим вот авраам его жена племянник и люди то есть там было человек 200 наверное 300 кто его знает которые это авраам он был как бы хан такого небольшого восточного племени но в отличие от всего своего племени то есть они все были люди авраама он за них стоял они за него стояли это была одна группа но в отличие от всего племени авраам был как бы я использую индуистский термин просвещен он уже встретился с господом он и его жена остальные по всей видимости господа еще не познали но это не разорвало связь авраама с этим вот маленькой группа людей 200-300 человек он был их ним они были его но он был как бы более просвещен 2000 лет назад господь ешуа пришел к еврейскому народу и просветил своим откровением дал им дополнительное благо но это все были евреи интегрально связанные с всем народом израиля просто как авраам посреди своих людей то есть более просвещенными вот эту группу людей называет писание экклессией называет их экклессией людьми которые имеют тору имеют храм имеют землю израиля еще имеют маши их а все остальные имели то же самое кроме маши их а то есть это была группа людей которые интегрально были связаны с народом израиля и вот потом после вас воскресения христа после вознесения еще через x лет когда святой дух побуждает еврейских апостолов и вообще евреев пойти благовествовать язычникам вот к этой части просвещенных он прилепляет язычников вот это вот комбина является церковью сегодня церковь это церковь нового завета или церковь света или там воды вода живая вода такая названия всякие как будто вот она здесь находится а все остальные находятся израиль язычники эти эти все где только вот мы светоч давайте вернемся к оригинальным понятиям вот это первая вещь теперь кто кому должен вернуться во первых церковь должна я имею ввиду тех еврей тех неевреев которые веруют в эту еврейскую книгу в этого еврейского бога и в еврейского спасителя еще амашеха первое нужно пока это хотя бы в элементарном антисемитизме и нужно сказать господь бог открой голову нашу и сердце наше чтобы мы поняли с другой стороны конечно израилю которые не верят во христа очень важно тоже покаяться знаете в чем сказать что вот мы пропустили того обитованного а кто кому шаги будет делать я вам скажу кто кому шаги будет делать писание говорит есть у меня одно стадо есть у меня другое стадо так написано и небесный отец сам сделает шаги нам только нужно для себя правильную позицию избрать и тогда он сделает к нам шаги и соберет нас вместе вот это первая часть вашего вопроса а вторая часть если христос назван главою церкви то почему церковь вдруг должна возвращаться к ветхозаветной практике а не наоборот а кто вам сказал что церковь должна возвращаться ветхозаветной практике не должна она это делать делайте так как вы чувствуете от святого духа никакой практике не надо возвращаться есть несколько элементов которые нужно под корректировать я вам дам пример есть сейчас несколько ну уже знаете вы все знают что некоторые праздники это чистое язычество пасха куличи это культ плодородия не буду говорить просто есть такие моменты им верующим из язычников нужно из неевреев неправильное слово верующим из неевре нужно просто выкинуть и забыть и откорректировать им не нужно возвращаться к еврейской практике мессианским евреем совершенно другая тема у нас есть сефер тура книга тора у нас есть праздники обрезание и мы должны делать так как наш народ делает и на самом деле даже сегодняшний израиль который не верует в ешуа не возвращается к ветхозаветным временам нет такого требования вообще есть динамика развития эта динамика развития позволяет нам смотреть вперед и какие-то вещи и прогрессивно развивать я вам дам маленький пример сто лет назад если бы ваших дочерей отправили учиться на вас бы ваши пастора епископа и праведные братья просто сказали да вы чё а сегодня мы наших жен и детей и дочерей отправляем учиться не защищают докторские диссертации мы же не хотим возвращаться назад так и здесь какие-то вещи святой дух открывает по-новому но есть какие-то вещи устоявшиеся праздники господни про них написано все постановления вечные в роды ваши творец сказал ваши родные вечные постановления хотите с ним поспорить по спорте но евреям не нужно это делать нужно вот как он сказал так делать язычникам есть много поблажек никаких проблем в этом не в том числе Продолжение следует...